Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Добрый день родителей выпускников, бабушки и дедушки Добрый день уважаемые коллеги, преподаватели, доценты, профессора Итак, сегодня мы выпускаем очередную когорту врачей, выпускников первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Я хочу сказать, что, конечно, это огромное достижение в вашей жизни. Я считаю, что сегодня у вас один из самых ярких дней в вашей жизни, который вы запомните навсегда. Поэтому сегодня, получая диплом, с благодарностью вспомните всех, кто сделал то, чтобы вы получили этот диплом. И прежде всего своих родителей, школьных учителей, преподавателей в нашем университете. Я хочу сказать, что вот это место, оно намоленное, оно ваше на всю жизнь. Я от всей души желаю вам, чтобы ваш профессиональный рост продолжался всегда, чтобы вы определились со своей специальностью, чтобы настойчиво, упорно шли к ней, чтобы большинство из вас получили те специальности, которые вы хотите. И я убеждён, что у вас впереди счастливая жизнь. Я от всей души вас поздравляю с этим и желаю каждому из вас огромного-огромного профессионального и человеческого счастья. С праздником вас! У вас сегодня, наверное, действительно самый яркий и запоминающийся день в вашей жизни. И это день получения диплома врача самой лучшей в мире профессии. Хотел пожелать вам, наверное, самое простое пожелание – это хорошего здоровья. Врач, исцелися сам. Помним, что медицина, врачебная деятельность связана с огромными перегрузками, стрессами. Помните, пожалуйста, что ваш организм – это ваш друг, а не враг. Помните, пожалуйста, что жизненно важные органы – сердце, мозг, они не парнию. Их нужно беречь. Помните, пожалуйста, те наставления, которые вам давали в ВУЗе, и то, что называлось «здоровый образ жизни». И соблюдайте его, берегите свой организм. Ну и, наконец, самое, пожалуй, главное пожелание. Я хотел бы перефразировать слова известного стихотворения Винокурова. Старое стихотворение 61-го года. Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Я хочу пожелать, чтобы вы стали теми учениками, которыми гордились ваши учителя. В добрый путь! Дорогие коллеги, вы теперь стали, мы стали коллегами. Чего хочется пожелать вам? Вы знаете, самое, наверное, важное, чему мы хотели бы вас научить – это думать о больном, смотреть больного, правильно собрать анамнез. И основное, чему хотелось бы вас надеяться, что мы научили – это думать о больном. Потому что, к сожалению, сейчас больные очень часто нетипичные. Ваш мозговой стимул должен вам помочь правильно выбрать и планедиагноза, и в отношении лечения. Самое главное – больного надо лечить. Счастливой вам дороги трудовой. Ну и как пульмонолог я еще хочу пожелать, чтобы у вас всегда было свободное дыхание. Спасибо. Университет гордится вами. Университет гордится вами за то, что вы это сделали. С сегодняшнего дня в вашей жизни появляются два слова – альмаматор. Это святые слова для каждого врача. Это то место, к которому пуповина не разрывается никогда. В вашей жизни обязательно будет время, когда у вас все будет получаться. Это скоро наступит, поверьте. Вот это завтра наступит. Потом наступит время, когда перестанет получаться. Это наступит послезавтра. Вот когда перестанет получаться, вспомните мои слова. «Придите сюда на пятак». Придите к вашему старому учителю. Скажите, вот вы говорили, что не получится, вот оно не получилось, что делать? Это не стыдно, это важно быть всегда связанным с своим университетом. В добрый путь, друзья. Маленькая страна, Маленькая страна, Там, где душе светло и ясно, Там, где всегда весна. Маленькая страна, Маленькая страна. Каждый расскажет в первом меде, Где она, где она. Где она, где она? Где она, где она? Спасибо! Поздравляю вас с праздником! Вы сегодня выпускаетесь. Если говорить о вашем будущем, оно может быть самым разным. Потому что наш университет представлен во всех странах практически мира. Наши выпускники и работают докторами, и заведуют отделениями. Есть даже один министр здравоохранения. Я вам желаю самое главное, чтобы вы получали удовольствие от своей работы, от своей профессии. Чтобы вам, в общем-то, помимо знаний, помимо того, что должно быть, сопутствовала удача. Потому что в медицине, в хирургии, в стоматологии, везде это очень важно. Будьте счастливы! От всей души поздравляю вас с окончанием, с завершением столь длинного, но интересного пути. Позвольте пожелать вам успехов в вашей профессиональной деятельности. Вы вступаете на тот путь, на котором вы обязательно столкнетесь со множеством сложных задач. Не бойтесь трудностей. Верьте в себя. Верьте в свои способности. Желаю вам здоровья. Не забывайте своих учителей. Вперед! К новым победам и горизонтам! Это было долгое и сложное путешествие, но вы не сдались и дошли до конца. Диплом медицинского вуза – результат многолетнего труда и усилий. И вы вправе гордиться своим достижением. Вы закончили один из лучших медицинских вузов России и нашли свое призвание в медицине. И пусть полученные знания не раз помогут вам в жизни, а главное – спасут много других жизней. Пользуйтесь ими. Впитывайте другие знания. Реализуйтесь и всегда повышайте свою планку. Сегодня у вас окончание, название которому начало. Постарайтесь сохранять взаимодействие, общение и с друг другом и с университетом. Любимым нашим выпускникам, что могу пожелать? В первую очередь, конечно, сейчас обращаюсь к тем, кому мы сейчас выдадим дипломы с отличием. Ребята, вы лучшие. На сегодняшний день вы действительно лучшие. Поздравляю вас. Вы были целеустремлены в достижении этой цели. Так и желаю вам дальше идти по жизни. Уметь ставить перед собой цели, уметь найти путь и способ ее достижения. Пусть это будут маленькие цели, маленькие шажочки, но каждый день, каждый час двигаться все ближе и ближе к какой-то своей цели. Достичь ее и двигаться дальше. И так всю жизнь. Впереди у вас новые планы, новые цели. Пусть на пути достижения этих планов и целей к вам встречаются профессионалы, у которых всегда можно чему-то научиться. Наш писатель и врач по профессии Антон Павлович Чехов сказал, что профессия врача – это подвиг. Потому что она требует от человека чистых помыслов и самоотвержения. Я хочу вам сказать одно, что Россия – это страна возможностей. Прошу вас не останавливаться на получении диплома и продолжать свои научные деятельности. И достичь высот во всех ваших сферах и в ваших направлениях, которые будете выбирать. Успехов вам! Будьте здоровы! Хочу пожелать вам удачи, счастья, конечно же, свершений всех-всех ваших желаний. И чтобы ваша жизнь была похожа на полноводную реку, которая все смывает на своем пути. Искренне, от всего сердца я поздравляю вас с окончанием медицинского училища. Позади остались годы учебы, защиты выпускной квалификационной работы, первичная аккредитация, которую вы все успешно прошли. Но самый главный экзамен у вас впереди – экзамен на компетентность и профессиональную состоятельность, на добро и милосердие, на способность любить и сострадать с ближнего. С праздником! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сейчас мы вручаем три медали лучшим из лучших. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А нужно обладать волей, трудолюбием. И учеба должна очень нравиться. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы вас благодарим за такую замечательную студентку, которой будет обязательно гордиться университетом. Мы вас очень ждем. У нас в университете, я не знаю, какую вы изберете специальность, но и ординатура, и аспирантура явно таких людей ждет. Кристина Амбарцумовна Аганян, которая родная сестра. Мы вас от всей души поздравляем. С Владиславом Витальевичем Маркеловым мы вчера были в атриуме Петропавловской грепости, где ему вручали при присутствии всех лучших студентов университетов и всех ректоров диплом лучшего выпускника Санкт-Петербурга 2023 года. Поэтому я вас поздравляю, но от всей души благодарю Татьяну Анатольевну. Вы у вас замечательный сын. Уважаемые коллеги, знаете, во-первых, у меня воспринимает чувство гордости от того, что все-таки стоматолог в этом году получает золотую медаль. Софья Александровна, эта золотая медаль, это знак признания университета за ваши заслуги. Александр Иванович, Татьяна Валерьевна, я искренне благодарю вас за воспитание замечательной дочери. Могу сказать, что Первый медицинский университет, он, мне кажется, создал ту необходимую платформу, которая позволила выпускникам за все эти шесть лет определиться, как им жить, функционировать и реализовывать свой потенциал. Поскольку Первый мед являлся и будет являться, мне кажется, той замечательной матрицей синтеза высококлассных профессионалов. Всем спасибо. Сегодняшний день является результатом наших долгих и упорных стараний обучения в университете. Коллеги, в первую очередь хочу поздравить себя и всех вас с тем, что этот день наконец настал. Первый мед всегда первый! Сегодня для нас заканчиваются чудесные студенческие годы. Решение о выборе профессии врача стало смыслом жизни для нас. И теперь, когда у нас в руках этот диплом или скоро будет, мы точно знаем, кем мы хотим стать, какой работой мы посвятим себя. Мы с вами овладели одной из самых увлекательных профессий. И теперь готовы внести свой вклад в процветание и развитие общества. Еще вчера мы сидели вместе с вами на первой лекции по анатомии в девятой аудитории. А сейчас мы уже люди с профессией. Врач-стоматолог. Труден был наш путь. Он был полон переживаний, тревог, радости и грусти. Но это была замечательная история становления настоящих профессионалов своего дела. Да, наша студенческая жизнь отличается от студенчества в других вузах. Но она особенная. И я уверен, что вспоминая ее, вы будете только с теплыми и добрыми чувствами. На этом наша учеба, конечно же, не заканчивается. Не зря же говорят, что врачи учатся всю свою жизнь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько было бессонных ночей, сколько было трудностей, которые порой доводили до слез. Сегодня хочется с благодарностью вспомнить, с чьей помощью и с чьей поддержкой мы прошли этот путь. Благодаря университету мы смогли реализоваться не только в учебной деятельности, но и в научной, в общественной, в спортивной деятельности. То, без чего невозможно представить жизнь современного человека. Спасибо всем большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь. Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь. Честно исполнять свой врачебный дом, посвятить свои знания и умения в предупреждении и лечении заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека. Помнить благодарность и уважение своим учителям, умеренностью, взаимодействующей врачей, 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 врачей. Если этого требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и завете. Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и легче развивать благородные традиции медицины. Клянусь! Клянусь!